Доброго дня, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал Кузбасский Ковчег. С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих, и сегодня в программе. Добрая рождественская традиция. В администрации Кемеровской области состоялся ежегодный торжественный прием. Благодарственный молебен на особую дату. Глава Кузбасской митрополии отметил день своего рождения. В рубрике «Церковь» расскажем о том, как встретили престольный праздник прихожане храма Иоанна Граждатского в Березовском. Помощь праведника по молитвам нашим. Новокузнечане смогут прикоснуться к мощам святителя Луки Крымского. Когда границы отступают. Рождественские калятки на украинском языке прозвучали из уст участников песенного флешмоба в Кемерове. Ежегодный рождественский прием губернатора Амана Гумировича Тулеева и митрополита Кемеровского и Прокопьевского аристарха прошел 11 января в администрации Кемеровской области. Свет Вифлеемской звезды светит в нашем мире уже более двух тысяч лет. Этот свет указал путь к Богу очень многим народам. Десять веков назад этим же путем пошли и наши с вами благочестивые предки, верив свою судьбу, судьбу России в руки Божии. И вера в Спасителя, родившегося от Духа Святаго и Марии Девы, на века стала достоянием миллионов человеческих сердец, наших с вами соотечественников. На мероприятии присутствовали правящие архиереи Новокузнецкой и Мариинской епархий, а также священнослужители Кузбасской митрополии и жители области, внесшие вклад в развитие региона. Именно в этот святой день, глубоко уважаемый Аман Гумирович, позвольте вновь и вновь от всех православных Кузбаса, от архипасты и клириков, выразить вам, как главе региона, вашему лицу администрации признательность за то, что более четверти века назад вы приняли очень мудрые решения и воплотили его в жизнь, установив праздник Рождества Христова государственном в Кузбассе. Это сделано было на год раньше, чем в России. Вы этим решением, актом доброй воли сделали Кузбасс первым регионом в России, который стал отмечать этот праздник на самом высоком и достойном уровне. Мы благодарим вас за это. Глава Кузбасской митрополии выразил признательность губернатору за организацию паломнических поездок на святую землю, вдов, родных и близких погибших шахтеров. Они побывали в том числе и в Вифлееме, в городе, где произошло это чудесное событие, которое мы сегодня вспоминаем, Рождество Иисуса Христа. Это было таким своевременным и святым делом, что лучше и убедительней любых слов помогло этим людям побороть безысходность, отчаяние, преодолеть боль, великой потери в лице своих родных и близких. И, возвратившись от этих всемирных святынь, они обретали в своем сердце духовную радость, надежду и благодарность Богу и вам, как губернатору, организовавшему это паломничество. Владыка Аристарх рассказал о том, что пять лет назад в истории православного Кузбасса открылась новая страница, была образована Кузбасская митрополия. В честь первого юбилея был учрежден знак «Пятилетие Кузбасской митрополии», и эта награда за номером один на приеме была вручена Аману Гумировичу Тулееву. Глава митрополии передал губернатору слова поздравления святейшего патриарха Московского Евсея Руси Кирилла с Рождеством Христовым и личный дар – подарочное издание трудов главы Русской Православной Церкви. В свою очередь Аман Гумирович Тулеев оценил труды священнослужителей митрополии, вручив им награды и благодарственные письма за вклад, который те внесли в развитие земли Кузнецкой. 17 января в Знаменском кафедральном соборе собралось необычно много священнослужителей для буднего дня. Божественную литургию служили соборно клирики Кемеровской епархии, которые в разные периоды жизни несли и подиаконское послушание у высокопреосвященнейшего аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского. Таким образом, трое священников и трое диаконов решили вознести сугубую молитву об архиереи в день его рождения. По окончании литургии митрополит Эристарх обратился с архипастерским словом к благочинным священнослужителям собора и епархии митрополии, которые прибыли в главный храм Кузбасса разделить торжество владыке. Владыка рассказал о подвиге, воспоминаемых в этот день 70 апостолов, в число которых входит и небесный покровитель главы митрополии, святой апостол Аристарх. Прославляем этот день собор учеников Иисуса Христа. Помолимся с вами, совершая им молебное пение, чтобы это высокое апостольское призвание через подвиг священнослужителей, монахов, мирян, православных христиан всегда светило в этом мире, как и сияет в этом мире само Слово Божие. Будем помнить и дорожить высоким и священным свамием христианина, которым мы призваны через молитву, пост, таинство Церкви, очистим от всего греховного, от всего, что лишает нас этой божественной славы, которой призван человек. Через собственные усилия, духовные подвиги и молитвенное предстательство Собора Апостолов Иисуса Христа будем стараться исполнять заповеди Божьи, чтобы через это наследовать вечную жизнь и вечное спасение. Аминь. Духовенство во главе с митрополитом совершили благодарственный молебен Господу Богу, а после богослужения владыка Аристарх принимал поздравления от лица губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, архиереев митрополии, священнослужителей и мирян Кемеровской епархии. Сегодня день вашего 58-летия. Поздравляю вас с этой большой дарой. Это серьезный, солидный возраст. К этому моменту вы накопили много мудрости, которая щедрит негодяй со всеми нами. Я с благодарностью вспоминаю те годы, когда он служил под вашим обзором. Эти годы дали мне очень много, как в богослужебном плане, так и в плане личного Бога. Желаю вам все предстоящие годы вашей жизни быть таким же ревностным, таким же хорошим администратором, таким же главным архиереем. Спаси и сохраним вас Господь. Промыслом Божьим вас Господь поставил быть святителем Церкви Божьей. Вы стали нашим архипастырем, и мы радуемся тому, что у нас есть такой архипастырь. Мы желаем, Владыка, вам здоровья, благодетствия. Божий Господь хранит вас на многое и благое лето. Примите эти цветы в знак нашей любви и преданности вам. Ваше высокое преосвященство, уважаемое и благое лето. Примите сердечное поздравление с днем вашего рождения. Желаю крепкого здоровья, нескончаемых духовных радостей, милости Божьей в святительском служении, во славу русской православной церкви и на благо вашего дорогого Отечества, великой России, в родном Кузбассе. Вся наша жизнь – живой пример неистекаемой энергией добра, любви, жертвенности, умения найти взаимопонимательные дни разных национальностей и вероисповеданий, уровня гражданской и политической позиции. Примите особую сердечную признательность за неустанные молитвы о благодетствии народа Божия, духовную помощь администрации Киберской области, всем друженикам нашего Шахтерского края. Дохранит вас Господь в здравии и благодетствии на многое-многое обеды. С уважением, губернатор Киберской области, Аман Губернатор История. Владыка Аристарх поблагодарил всех за поздравления, внимание и, конечно, совместную молитву, а также попросил присутствующих не оставлять его в молитвах и в будущем. Затем митрополит принял в храме поздравления и памятные подарки от священнослужителей, игумений монастырей и своих бывших иподиаконов. В епархиальном управлении архиерея поздравили сотрудники епархиальных отделов, представители администрации региона, общественности и силовых структур. Храм праведного Иоанна Кронштадтского в Березовском отметил свой престольный день. Праздничную литургию возглавил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, которому сослужило духовенство Кемеровской епархии, а также высокий гость, проректор по воспитательной работе Санкт-Петербургской православной духовной академии и романах Марк Святогоров. За богослужением пел хор храма праведного Иоанна Кронштадтского под управлением Марины Симора. На малом входе митрополит Аристарх в благословение за усердные труды перед церковью и в связи с грядущим праздником Рождества Христова наградил иерея Александра Ширяева клирика храма правом ношения камеловки. Когда мы просим, когда мы молимся, когда мы моляем Господа Бога, чтобы через Твоих угодников Божий Он нам помог от наших немощей, от наших болей не исцелиться, от наших невзгод нас избавит. Поэтому будем всегда молиться. Святой праведный Отче Иоанне, моли Бога о нас. После отпуска литургии священнослужители совершили славление святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Архиерей прочел ему молитву, после чего совершил окропление святой водой по случаю престольного праздника. По окончании благослужения митрополит Аристарх обратился к присутствующим с проповедью, в которой напомнил житие праведного Иоанна и рассказал о его почитании современными христианами. Его жизнь говорит нам об очень важном. Нам, христианам 21 века, есть только один путь, который достоин человека, который ведет его к победе над злом. Это путь с Богом. Если мы всегда в этой жизни будем искать Бога, призывать Его на помощь в своих молитвах, то Господь никогда нас не помнит. Божественная сила всемогущая. И ничто не сможет победить эту силу, омрачить нашу жизнь. Вот почему так важно приходить в храм, обращаться в наших молитвах за этой помощью к Богу, к Его сонну святых угодников. Архиерей вручил епархиальные награды активным членам и благотворителям приходской общины, а в завершении поздравил жителей Березовского с наступившим новолетием и преподал всем общее благословение. Поклониться святым мощам святителя Луки и воина Есенецкого в эти выходные представится возможность прихожанам Новокузнецкого собора Рождества Христова. В предшествующие 10 дней ковчег с частицей мощей новомученика пребывал в областном центре. 11 января его доставили в Знаменский кафедральный собор, где кемеровчане и гости города могли прикоснуться к святыне вплоть до 15 января, после чего ковчег отправился в храм собора кемеровских святых. Святитель Лука, воин Есенецкий, профессор, врач, архиепископ. Он лечил обычных людей, многие из которых живы и сейчас. Читал лекции будущим медикам, ныне практикующим врачам. Был политзаключенным, прошедшим ссылки, тюрьмы, пытки и ставшим лауреатом Сталинской премии. Он прошел, по сути, самые страшные войны 20 века. И русско-японскую войну, и Первую мировую войну, и революцию, и гражданскую войну, и Великую Отечественную войну. И во все это время его отличала несломимая слуха. Он стремился везде совершать служение в лишнем. Святитель Лука, воин Есенецкий, спас от слепоты сотни людей. И сам потерял зрение в конце жизни. Это гениальный врач, талантливый проповедник, порой метавшийся между этими двумя призваниями. Он был христианином огромной силы воли, честности и безбоязненной веры. Реальный человек, пастырь, ученый, святой, который помогает людям и по сей день, прося Господа за нас грешных. Я считаю, что когда обращаешься и попадаешь именно на такое событие, когда мощи приезжают такие, привозят их, это очень много значит. Вот я считаю, что мне сегодня просто какая-то, вы знаете, ангел меня привел к такому событию. Я правда не знала об этом. Я знаю, что есть такой святой, у меня есть его иконы дома. Я читаю ему молитвы постоянно, почти каждый день. Знаю о нем, ну, то, что он был врач, очень такой истинный врач был. И в то же время делал операции с молитвой. И люди, которые у него лечились, они почти всегда выздоравливали. В Кемерове продолжают отмечать светлый праздник Рождества Христова, причем в самых разных, порой неожиленных формах. В один из святочных дней, 12 января, в торгово-развлекательном комплексе «Променад-1» начали происходить события, которые заинтриговали продавцов и покупателей. То, ради чего в этот день у центральной елки комплекса собрались представители молодежного отдела Кемеровской епархии, солисты хора Знаменского собора и четыре съемочных группы, началось ровно в 16.00. Дорогие друзья, Знаменский собор поздравляет всех с Рождеством Христовым! ПЕСНЯ Новая радость стала и добрый вечер Туби. Рождественские колядки, восхваляющие рождение богомладенца на традиционном для них украинском языке, посетители комплекса воспринимали по-разному. Пока одни пытались понять, что происходит, другие с удовольствием подпевали. И даже те, кто спешил, останавливались хотя бы на минуту, чтобы послушать завораживающее пение. Калядки, которые мы исполняем на святочной неделе, это и есть не просто калядование, выпрашивание конфет или какого-то подаяния, это христославие. Вот мы христославы, мы прославляем Христа, мы говорим, как он появился на землю и для чего в песне. И вот мы решили в нашем молодежном отделе, обратились к хору Знаменского собора, обратились к священникам. И все поддержали эту акцию, прийти сегодня в этот день, в день, когда мы продолжаем праздновать Рождество Христово, святки идут. И мы радуемся и прославляем Христа, будем петь калядки на украинском языке. Но опять же для нас это, во-первых, конечно же, это прославление Христа, этого светлого праздника. Во-вторых, это вот выражение некой солидарности, мы единый народ. Мы украинцы, белорусы, то есть у нас общая история, общая вера. Акция продлилась совсем недолго, как и полагается флешмобу. Но судя по атмосфере, которая царила на импровизированной сцене, ее участники сумели сделать мир, пусть на несколько минут, чуточку светлее и чище. Я так думаю, что это повышает, не знаю, дух празднования, наверное. В прошлом году здесь тоже я был, когда в Рождество здесь проходили песнопения. Все очень красиво. Уважаемые телезрители, мы внимательно следим за вашими отзывами. Свои замечания и комментарии вы можете сообщать нам по телефону и адресу, который вы видите на своих экранах. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok